Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв. Приветствую всех на нашем традиционном заседании правительства Московской области, глав муниципалитетов, городов, районов. Прежде чем начать, хотел бы поздравить Кузнецова Михаила Михайловича с днём рождения. Михаил Михайлович, здоровья вам, успехов. Очень приятно, что свой день рождения вы встречаете на рабочем месте. Лишь подчеркивает важность и ответственность вашей работы. Прежде чем перейти к открытым вопросам, у нас их два заявлено, я хотел бы отфиксировать некоторые инициативы, результаты. Первый из них я давал поручение посаженникову, министру потребительского рынка Владимиру Владимировичу, по поводу работы с торговыми сетями. Очень приятно, что пять ведущих в стране дискаунтеров сетей очередной раз подтвердили своё партнёрское уважительное отношение к территории Московской области, к городам, где они работают. И, соответственно, предоставят льготы, скидки с 9 до 13 часов более чем 2 миллионов человек по социальной карте. Я считаю, что это лишь подчеркивает важность нашего партнёрства с сетями, ну и нужно дальше работать в этом направлении. Вторая тема, о которой я тоже хотел бы проговорить. У нас есть незащищённые категории жителей, и мы сегодня примем решение с 1 сентября увеличить доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам до 8400 рублей. По предварительным оценкам это решение коснётся порядка 106 тысяч человек, которые по разным причинам нуждаются в особой заботе. В основном это одинокие женщины старше 70 лет, кто уже не может работать, а также дети-инвалиды и дети, получающие пенсии по потере кормильца. Таких у нас порядка 19 тысяч человек. Прошу соответствующие поправки внести в Московскую областную дому. И, насколько я информирован, на 2016 год у нас предполагается также увеличение доплаты к пенсии. Я прошу Минэкономразвития внимательно всё посчитать и оказать поддержку тем, кто в этом особо нуждается. Тот, кто не может работать и должен получать доплаты к своим небольшим пенсиям. Сегодня мы обсудим вопросы, касающиеся подготовки школ к новому учебному году. У нас сеть образовательных учреждений насчитывает 1372 средние школы, 1946 детских садов, 6 вузов, 88 колледжей и техникумов. В этом году в Подмосковье впервые за парты сядет 82,5 тысячи первоклассников. В прошлом году их было 74. Наш регион растёт, увеличивается нагрузка на образовательные учреждения. До конца 2015 года будет построена ещё 21 школа, в 11 уже произведён капитальный ремонт. В следующем году мы должны построить также порядка 20 школ. Постепенно решаем вопрос второй смены. Если в 2013-2014 учебных годах у нас училось 70 тысяч школьников, 70 129, 11,5% во вторую смену, то уже в 2014-2015 62 тысячи. А в этом году будет 58,5 тысячи учиться во вторую смену. Мы находимся на 11-12 месте в ЦФО, то есть в конце. Большое количество детей до сих пор ходит во вторую смену. И строительство школ для нас является очевидным приоритетом. Высокими темпами решаем проблему очереди в детские сады. На сегодня она составляет 3 363 ребёнка. Начинали мы, напомню, в 2013 году, Лидия Николаевна напомнит, была 42 тысячи, 41 500. Эта цифра постоянно гуляет, но вот на сегодняшнюю дату она такова. Вместе с тем, несмотря на заметный прогресс и усилия, которые мы предлагаем по строительству ремонту школ, очевидно, что ситуация далека от благополучной, именно поэтому у нас есть программа и капитального ремонта на 15-16 год, и строительство новой школы, повторяю. Задача всё-таки в 2016-2017 году решить проблему всех школ, где нет центральной канализации, таких, к сожалению, у нас ещё 7. И, конечно, к 2018-2019 году постарается выйти из второй смены Марина Борисовна. Что касается подготовки образовательных учреждений, то работы по благоустройству в абсолютном большинстве школ завершены. Марина Борисовна сегодня расскажет. Я обращаю внимание правоохранительных органов, традиционно, на вас большая нагрузка, МЧС, ГУВД, полиция, проверить состояние систем безопасности всех необходимых мероприятий, связанных с подготовкой учебного года. Очень важно, чтобы в системе образования у нас была не только форма, красивые школы, но и содержание. Обращаю внимание Министерства образования на конкуренцию в этой среде, а также выявление лучших школ, лучших преподавателей, рейтингование школ и преподавателей по дисциплине. Считаю это очень важным и, безусловно, это стимулирует повышение качества образования. Образование в Московской области находится на высоком уровне, традиционно, и мы здесь не имеем права останавливаться на достигнутом. Также прошу обратить внимание на социальную ипотеку и продолжать привлекать, создавать условия лучшим учителям. Лучшие учителя должны работать в Подмосковье, в наших городах. Вторая тема, которую мы сегодня заслушаем, это премия Подмосковья, она стала традиционной, в третий раз мы ее проводим. Цель ее поддержать все общественные организации, которые имеют созидательное начало, которые помогают тем, кто в этом нуждается, люди, которые неравнодушны. Мы традиционно выделяем приличные средства на гранты. Приятно, что все до копейки деньги идут в дело. По сути, не было случая, по крайней мере, я не слышал ни одного случая, когда бы деньги уходили кому-то в карман. Общественники, которые получают премии, вновь инвестируют, вкладывают их в то дело, которому посвятили свою жизнь. Считаю эту практику очень важной, и сегодня у нас Ирина Владимировна Плещева будет докладывать. Особо хочу отметить, что самой популярной, самой массовой в этом году является номинация патриотической направленности «Спасибо деду за победу». То есть она вырвалась далеко вперед. Это очень приятно. Давайте перейдем к нашему открытому вопросу. Марина Борисовна, пожалуйста. Уважаемый Андрей Юрьевич, уважаемые члены правительства, уважаемые главы. Как было уже сказано, сегодня сеть учреждений представлена государственными учреждениями и муниципальными учреждениями. Пожалуйста, следующий слайд. Общее количество обучающихся в ПТУ, в школах, в вузах и в детских садах у нас сегодня 1,4 млн учеников, воспитанников и студентов. Пожалуйста, следующий слайд. На слайде представлены представители всех заинтересованных ведомств, которые принимают участие при подготовке всех образовательных учреждений к началу нового учебного года. Сажал следующий слайд. Нормативно-правовая база. Основным является приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и соблюдение всех требований подведомственных организаций, принимающих участие в приемке организаций к началу нового учебного года. Вся приемка должна быть закончена не позднее 25 августа 2015 года. Пожалуйста, следующий слайд. Требования основные, которые предъявляются, это соблюдение пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, нормы САНПИНА и качество ремонтных работ, если они проводились в образовательных организациях. Пожалуйста, следующий слайд. Пожарная безопасность представлена выводом сигнала 100% во всех учреждениях государственных и муниципальных. Противопожарные мероприятия проводились как из средств муниципального бюджета, так и в соответствии с государственной программой безопасности Подмосковья в государственных учреждениях и в муниципальных учреждениях. Пожалуйста, следующий слайд. Мероприятия, связанные с антитеррором. Это должности заместителей и руководителей по безопасности в государственных и муниципальных организациях, кнопка тревожной сигнализации с выходом на пульт, телефоны с определителем номера и предоставление услуг охраны. У нас в государственных и муниципальных образованиях здесь еще проблема на 100% не решена. У нас часть образовательных организаций, которые охраняются не частными охранными организациями в соответствии с федеральным законом, а сторожами. Следующий слайд, пожалуйста. Освещение, видеонаблюдение, система доступа и ограждения присутствует как в муниципальных учреждениях, так и в государственных учреждениях, и 100% мы пока здесь еще не достигли. Пожалуйста, следующий слайд. Информационными ресурсами все образовательные учреждения обеспечены в этом году 100%, деньги были заложены в государственной программе, учебники, учебные пособия, игры и игрушки полностью находятся в образовательных учреждениях. Пожалуйста, следующий слайд. Подвоз школьников осуществляется в 37 муниципальных образованиях, 273 автобуса, в этом году 23 новых автобуса поступят, это более 13 тысяч обучающихся, которым обеспечен подвоз в школу и обратно. Пожалуйста, следующий слайд. На капитальный ремонт образовательных учреждений в этом году было выделено 385 миллионов. Это те образовательные учреждения, которые отбирались, и там те ремонтные работы, которые проводились и проводятся, они действительно капитальные, очень серьезные, связанные с серьезной заменой системы отопления, канализирования, водоснабжения, также и с ремонтными работами, связанными с кровлей. Пожалуйста, следующий слайд. Таким образом, на сегодняшний день большинство образовательных учреждений уже принято к началу нового учебного года, и часть учреждений находится в соответствии с графиком стадии приемки. Пожалуйста, следующий слайд. Среди системы высшего и профессионального образования 24 организации имеют замечания, которые они обязаны устранить до 25 августа. 70 организаций приняты к началу нового учебного года без замечаний. Следующий слайд. В детских садах в шести муниципальных образованиях еще идет приемка, остальные приняты на сегодняшний день без замечаний. Пожалуйста, следующий слайд. Это муниципальное образование, которое перечислено на слайде. До 25 октября у них все работы будут завершены. Они находятся в графике. Пожалуйста, следующий слайд. Школы 10 муниципальных образований сегодня находятся в стадии приемки. 61 без замечаний. Принято к началу нового учебного года. Пожалуйста, следующий слайд. Муниципальное образование, которое представлено на слайде, находится в графике. И до 25 августа приемка образовательных организаций здесь будет завершена. Пожалуйста, следующий слайд. Вторая смена, о которой сегодня говорили. В Московской области нет третьей смены, но все продолжает еще оставаться вторая смена. Хотя мы говорим о том, что сегодня действительно и в соответствии с государственной программой и теми мероприятиями, которые проходят на территории Московской области, это капитальные ремонты, которые позволят переоборудовать территории и помещения в классах для того, чтобы была ликвидирована вторая смена. И строительство новых образовательных учреждений, которое позволит увеличить порядка 9 тысяч учебных мест для ликвидации второй смены. Пожалуйста, следующий слайд. Обеспеченность кадрами на территории Московской области составляет 97%. Приток молодых специалистов – 850 человек. Мы видим те муниципальные образования, где более 50% молодых специалистов сегодня работают в образовательных организациях. Пожалуйста, следующий слайд. Питание школьников, охват горячим питанием составляет 87%. Это 1,742,000 средств в государственном бюджете на частичную компенсацию охвата горячим питанием, завтраками и обедами. Пожалуйста, следующий слайд. Мы видим те муниципальные образования школы, которые приняты без замечаний. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. Благоустройство территорий, фасады и соответствие всем требованиям. Пожалуйста, следующий слайд. В соответствии с федеральным конституционным законом, флаги Российской Федерации, фасадные кронштейны находятся во всех образовательных организациях, школах, отдельно стоящие 522 и внутриобразовательных учреждений 1097. Пожалуйста, следующий слайд. Мы обязаны в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации до 25 августа принять все образовательные учреждения к новому началу учебного года, устранить те замечания, которые были обнаружены и приписаны в ходе проведения подготовки к началу нового учебного года. Поэтому выходим со следующим поручением главы муниципальных образований. Осуществлять до 25-го ежедневный мониторинг подготовки к новому учебному году образовательных учреждений, устранить те недостатки и состояние образовательных учреждений, привести в соответствии с требованиями, доложить о готовности к началу нового учебного года в установленные сроки 25 августа 2015 года. Доклад закончен. Спасибо. Давайте послушаем главу Сергея Посадского муниципального района, он у нас заявлен, Пахомов Сергей Александрович, как обстановка, как готовность к учебному году. Добрый день, Андрей Юрьевич, добрый день, уважаемые коллеги. Андрей Юрьевич, к новому учебному году готовимся в штатном режиме, естественно, эта задача для нас одна из приоритетных. Вообще система образования района включает в себя 130 учебных заведений, это 52 школы, 70 детских садов, 8 учреждений доп. образования. Третий слайд, пожалуйста. К новому учебному году в Международной комиссии приняты все образовательные учреждения, при приемке проверено исполнение требований пожарной безопасности, дорожной и антитеррористической безопасности, санитарной все нормы в порядке. Все учреждения в соответствии с требованиями оснащены пожарной сигнализацией, системой оповещения при пожаре, видеонаблюдением, средствами пожаротушения, кнопками тревожной сигнализации, контролем доступа, автоматическим определителем номеров. Все учреждения образовательные на сегодняшний день имеют ограждение. Должность заместителя директоров по безопасности также введены во всех учреждениях. Более того, мы за лето обучили пять категорий педагогов по программе оказания первой медицинской помощи. До первого октября у нас по такой программе будут обучены все учителя. Четвертый слайд, пожалуйста. На подготовку учреждений к новому учебному году мы выделили 150 миллионов рублей из местного бюджета. В 59 учреждениях проводились ремонтные работы. Это и замена оконных блоков. Ровно в половине учреждений мы поменяли окна на пластиковые, ремонтировали кровли, асфальтировали территории, ремонтировали спортивные залы, пищеблоки и так далее. За счет областного бюджета, как уже было сказано, мы начали ремонт физмат-лицея. Это очень знаковое для нас учреждение. Работы там также ведутся сегодня по плану. Впервые при проведении ремонтных работ мы разработали по нескольким нашим школам дизайн-проекты. Вот они сейчас на слайде. Очень удачные решения. И мы планируем в будущем в принципе все школы по этой схеме с использованием дизайн-проектов ремонтировать. Пятый слайд, пожалуйста. Важный вектор нашей работы это обустройство школьных территорий, школьных стадионов. Кстати, за победу в прошлом году одной из наших школ в областном конкурсе основы жилищно-коммунального хозяйства. Мы в одной из школ получили спортивный стадион. Сегодня спортплощадка уже естественно установлена. Еще четыре школьных стадиона мы в этом году ремонтируем за свои средства. Следующий слайд. При подготовке школ к новому учебному году отдельное внимание уделяем созданию универсальной доступной среды. Сегодня 20% школ имеют доступ для детей-инвалидов и маломобильных групп населения. Это как раз те школы, в которых это жизненно необходимо. В данном направлении, естественно, работа будет продолжена. Всего по системе инклюзивного образования у нас в районе занимается 40 детей. Седьмой слайд, пожалуйста. Дорожная карта по ликвидации второй смены. Андрей Иванович, мы используем как внутренние, так и естественные областные ресурсы. У нас в 2014 году в две смены работали 5 школ. Это 1350 учеников. В 2015 году одна школа из этого перечня выпала. И в 2016 году со второй сменой останется всего три школы. Это около 800 учеников. И вторая смена будет по дорожной карте, утвержденной совместно с областью, ликвидирована полностью у нас в 2017 году. В областную соответствующую программу мы попали. Восьмой слайд, пожалуйста. Подготовку к новому учебному году мы, естественно, рассматриваем комплексно в рамках программы по энергосбережению. Устанавливаем узлы учета тепловой энергии. Проводим промывку системы отопления зданий. Проведение мероприятий приводит, кстати, к значительной экономии бюджетных средств. Я сейчас говорю об оплате за отопление. С одной только школы в прошлом сезоне наша экономия составляла около 200 тысяч рублей после вот такой модернизации. А таких школ у нас в прошлом году была не одна. Кстати, это тоже... Большие деньги, Миша. Андрей Юрьевич, это действительно серьезные деньги. Более того, я могу сказать, что за 2-3 года мы вложенные средства в эту работу, они практически окупаются. Это тоже совместная наша с областью программа. Но что более важно, и что родители, естественно, более отмечают, что в наших школах становится тепло, и дети перестают буквально, в смысле слова, сидеть на уроках в свитерах и шапках. Девятый слайд, пожалуйста. В рамках популяризации государственной символики и патриотического воспитания во всех учреждениях установлены внешние наштенные флагштоки на зданиях, либо отдельно стоящие флагштоки, как видно на слайде. Ну и, естественно, заканчивая, скажу, что контроль за подготовкой образовательных учреждений мы продолжаем в ежедневном режиме. Спасибо. Спасибо. Принимается. По поводу флагштоков я хочу обратить внимание и даю поручение Ольге Сергеевне вам с Мариной Борисовной. Значит, каждая школа должна иметь свой флагшток. И флагшток, и флаг. И традицию, соответственно, поднятия флага и все, что с этим связано. Кронштейны – это хорошо, они есть. Очень часто я вижу, что флагштоков нет на школах. А это очень важное мероприятие. Я прошу обеспечить вместе с главами муниципалитетов такое поручение я хочу сегодня сформулировать. И какой срок вам нужен, скажите? Какой срок нужен для того, чтобы установить на всех школах флагштоки? Ну вот давайте до конца года, чтобы у нас везде были флагштоки. До конца года. И глава вам прошу формализовать такое поручение. Лучше к 4 ноября. Я думаю, что достаточное количество времени для того, чтобы это пройти. Клинский муниципальный район, пожалуйста. Алена Дмитриевна, как у вас обстоит дело подготовки со школой? Добрый день, Андрей Юрьевич. У нас все учебные заведения приняты к новому учебному году без замечаний. Одно учреждение у нас находится на капитальном ремонте закрыто. Это детский сад Машенька. Дети были переведены еще задолго до начала учебного года по другим образовательным учреждениям. Кстати, сказать спасибо большое еще раз хочу сказать от жителей района за те реализованные проекты по детским садам. Это действительно решило проблему очередности. И в этом году впервые мы выходим с тем, что ликвидирована очередь детей, которые, ну, первоочередно это с 3 до 7 лет. У нас таких в очереди на сегодняшний день уже нет. Кроме того, образовательные учреждения все у нас, естественно, оборудованы автоматизированной пожарной сигнализацией, пожарным водоснабжением. Прошли все полностью комиссию приемную, в которую входит и ПОЖ-надзор, и Роспотребнадзор по согласованию. Никаких замечаний в этом направлении по подготовке у нас нет. Сохраняется у нас такая же ситуация в пределах цифр, которые по области, мы посмотрели, у нас 9% детей обучается во вторую смену. Действительно, есть проблема со строительством новых образовательных учреждений, и мы поддавали заявки на включение нас в программу, и не ждали, в общем-то, этой проблемы. Мы заранее готовимся. Проект подготовили за счет средств инвестора школы, оплатил нам инвестор. И если будет действительно решено включение нас в какую-то программу, то у нас есть и земля, выделенная под школу, и проектное решение. Я думаю, что это тоже такой достаточно серьезный аргумент для включения нас в программу. Все преподаватели прошли медицинский осмотр в связи с требованиями, необходимыми для допуска к работе. Поэтому проблемы есть у нас, которых мы знаем, но они не помешают начать учебный год. Это плановые ремонтные работы, которые мы включаем уже теперь на период 15-16 учебного года. В каникулярное время мы тоже очень часто проводим это допустимо, ремонтные работы. Поэтому сегодня, конечно, основная проблема – это решить вопрос с доступностью. Мы установили во всех образовательных учреждениях кнопки, способствующие вызов персонала для подъема детей, либо людей, пришедших с ограниченными возможностями в образовательные учреждения. Но организация пандусов, конечно, это длительный процесс, и мы будем к этому подходить именно системно. Каждый год мы будем включать порядка 5-6 образовательных учреждений для того, чтобы это были действительно соответствующие всем требованиям пандусы. Что касается педагогов, учителей, все укомплектовано у вас? Нет дефицита? У нас дефицита нет. У нас на сегодняшний день порядка 20 вакансий, которые есть замещения. То есть совмещение мы допускаем на сегодняшний день, но так, чтобы класс или группа осталась без учителя или воспитателя, такого у нас нет. Порядка 20 молодых специалистов у нас в этом году приступят к работе. Надеемся, что все они закрепятся на своих рабочих местах. Поддержка у нас от района продолжается. Мы молодых специалистов стимулируем так называемыми подъемными в течение трех лет, когда они прибывают к нам на работу. Стараемся решать вопрос. К сожалению, у нас нет возможности выделять жилье, но мы выделяем места в общежитии. Хорошо. Музыкальная школа в графике, как вы оцениваете? Музыкальная школа у нас сейчас идет с опозданием по графику где-то на месяц. Но наша встреча с представителями Министерства строительства дает нам гарантии, что мы совместными усилиями на нашего подрядчика имеем воздействие с тем, чтобы в срок был сдан тот блок, о котором мы говорим. Это новый блок, блок Б. Вы были на стройке, вы понимаете, о чем я говорю. То есть новый блок должен быть сдан в этом году в обязательном порядке. Принимается. Евгений Иванович, как у вас подготовка к школам? Добрый день, уважаемый Андрей Юрьевич, уважаемые коллеги. У нас все 137 объектов, из них 45 общего образования и 97 дошкольных учреждений подготовлены, проверены разными службами, замечаний нет. Штат укомплектован полностью на 100%. В общем, все объекты готовы к новому учебному году. Также в текущем году будем принимать порядка 5 объектов общего образования. Сколько у вас открывается новых садов и школ к 1 сентября? У нас к 1 сентября откроется 5 объектов общего образования и 7 дошкольного образования. Принимается. Солнечногорский район, как обстановка у вас, как готовность школ и детских садов? Добрый день. У нас 65 объектов, это 35 школ и 30 садов. Все объекты мы уже приняли, кроме одного объекта, это один детский садик, который находится у нас на капитальном ремонте. Срок окончания работ это декабрь 2015 года. Идет все по плану, все объекты приняты, Андрей Юрьевич. Щелковский муниципальный район. Алексей Васильевич. Заклад, Андрей Юрьевич, у нас 106 образовательных учреждений. Все недостатки, указанные в прошлогодних актах приема, в основном устранены. На сегодняшний день мы готовы. Принимается. Но у нас есть еще две недели, Марина Борисовна. Уважаемые коллеги, я прошу еще раз внимательно, спокойно, профессионально подойти к подготовке. Еще раз обращаю внимание правоохранительных органов на обязательный осмотр, внимательный осмотр всех систем безопасности, жизнеобеспечения. Эту работу традиционно мы проводим последний месяц перед началом учебного года, в августе. Тема важная. Прошу всех добросовестно пройти этот важный этап. Переходим ко второму вопросу. Премия наша под Москвой. Пожалуйста, Ирина Валимовна. Добрый день, уважаемый Андрей Юрьевич, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предоставляются промежуточные результаты сбора заявок на губернаторскую премию нашей под Москвой. Следующий слайд. Я напомню, что ежегодная премия присуждается за реализованные реализуемые социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области. Цель премии – это плащить социальную активность граждан и поддержать реальные дела, направленные на позитивные изменения в области и в наших муниципалитетах. Премия была учреждена в 2013 году. Призовой фонд на тот момент составлял 97 миллионов 200 тысяч рублей. В 2014 году призовой фонд был увеличен до 180 миллионов рублей. В этом году он такой же. Принципиальная разница этого года еще заключается в том, что уже на сегодняшний момент, на 17 августа, у нас уже количество заявок приближается к количеству итоговому 2014 года, что подчеркивает особую популярность премии. И этот год у нас пройдет под эгидой 70-летия Победы. У нас учреждена в поручении губернатора и просьбам жителей номинация «Спасибо деду за победу». И победителя в этом году будет 1945. Следующий слайд. Мы проанализировали губернаторские премии других регионов России. И оказалось, что Московская область – это единственный регион, в котором губернаторская премия именно поддерживает общественные инициативы. Талантливая молодежь, предприниматели и так далее поддерживают губернаторы всех регионов, но только в нашем регионе поддерживают общественников еще губернаторской премии. И вы видите разницу в цифрах. Следующий слайд. Номинации 2015 года. Здесь, как уже говорили, специальные номинации «Спасибо деду за победу». Она самая популярная в этом году. И по просьбам жителей была создана номинация «Больше чем профессия». Когда человек в свободное от работы время выполняет гражданские дела. Очень простой пример. Если человек работает в школе логопедом, то после 18.00, после конца рабочего дня, он идет в клуб «Радость-маяк» детям с ограниченными возможностями, занимается с ним бесплатно, то это гражданский подвиг. За такие проекты мы будем давать тоже премию. Следующий слайд. Мы проанализировали победители премии 2014 года. Оказалось, что большинство из победителей действительно используют премии для дальнейшего развития проектов. Вот там приведена фотография. В том числе проекты премии рассматриваются на федеральном уровне. Это проект «Лыжи мечты» на свидании общественной палаты Российской Федерации, где рассказывают наш позитивный опыт поддержки таких инициатив. Большинство участников премии вошли в муниципальные общественные палаты, стали наблюдателями на выборы, ведут активную гражданскую позицию, работают с нами в одной команде. Следующий слайд. Вот несколько примеров того, как люди продолжают свои проекты. Если вы видите, вот номинации на равных победителей этого года, закупили в Дом защитников отечественного оборудования и сделали газификацию центра. Молодой Подмосковья был закуплен инвентарь экспортивный для занятия детишек из сложных семей. Экологи купили профессиональное оборудование, дробилку для пластика. Следующий слайд. Внедрены разработанные устройства в Ивантеевской ЦРБ, если говорить о простоме, гражданский диалог «Комфортное Подмосковье» здесь очень наглядно показано было, стало. Люди потратили деньги на закупку саженцев, покраску объектов, камер и так далее. Следующий слайд. Количество проектов по номинациям. Здесь мы видим, что по сравнению с предыдущим годом популярная премия и номинация «Спасибо деду за победу», хотя в том году было «Молодое Подмосковье». И, опять же, если посмотреть на динамику, на 17 августа 2014 года было порядка 6371 заявки, что еще раз показывает популярность и доверие к премии. Следующий слайд. Вот примеры проектов, уже поданных в 2015 году. Я остановлюсь только на «Спасибо деду за победу». Это очень интересный и колоссальный опыт, когда человек за долгое время работы в архивах и с поисковиками восстановил имена 26 190 фронтовиков, погибших на подмосковной земле. И уже 783 бойцам в Лобни установили мемориальные доски. Следующий слайд. Это абсолютное количество подач проектов на конкурс. Здесь у нас лидирует городской округ Химки. Отстающие тоже приведены в красной зоне. Следующий слайд. Относительное количество проектов. Здесь мы просмотрели на тысячу жителей, потому что у нас населенность разных муниципалитетов меняется. И, соответственно, Серебряно-Прутский район здесь показывает хорошую стабильность. В том году он таким же образом держался на уровне первого на относительное количество проектов. Следующий слайд. Совет по присуждению премии в этом году существенно обновился, и мы немножечко поменяли процедуру оценки. Во-первых, в совет вошли победители 2014 года и известные профильные эксперты. У нас очень интересные есть новые люди. У нас и Николай Дроздов, очень известный эколог, и для нашего региона очень важна экология вашего Андрея Никитина, из ОСИ Ирина Воробьева, Лиза Алерт и многие другие. Следующий слайд. Вот здесь приведена система оценки проектов и наше новшество. Сейчас большую на себя нагрузку возьмут муниципальные образования по оценке проектов. С 31 августа будут поданы последние заявки, и с 1 сентября по 20 октября муниципалитетам пойдет их обсуждение, разбор и выбор самых лучших. Нам позволит это учесть мнение жителей, потому что общественники работают на местах, и если их жители не знают или знают, какие хорошие они результаты приносят, они смогут повлиять на результаты конкурса. Это подтверждение реальности результатов и, конечно же, социальной значимости данного проекта в муниципалитете. Будут проходить выездные заседания с оценкой проектов с представителями и Совета по присуждению премии, главное, с муниципальными общественными палатами, лидерами общественного умения на местах. И последний слайд. После чего из, я думаю, 15 тысяч мы можем говорить спокойно поданных заявок, порядка 4-3 тысяч самых лучших заявок, уже отобранных в муниципалитетах, будут рассматривать наши эксперты, выбирать лучших из лучших. И к 4 ноября Дню Народного Единства мы подведем итоги конкурса. Спасибо за внимание. У нас заявлен Таскин Александр Константинович. Александр Константинович, как обстановка, как идет подготовка к участию в премии Подмосковья? Уважаемый Андрей Юрьевич, члены правительства, коллеги, как уже отмечалось, Среднепрусский район лидирует по количеству заявок на премии наших Подмосковья из расчета на 1 тысячу жителей. У нас сложилась определенная система, которая позволяет на протяжении последних рейсов иметь неплохие результаты. В прошлом году у нас было 4 заявки на 1 тысячу с 7 победителем, в этом году уже 6. И эта работа продолжается. Создан оргкомитет, который возглавляет первый замглавы администрации. Провели организационные совещания, утвердили ответственных по направлениям, осуществляем информационную поддержку, размещаем информацию в СМИ, сайтах, администрация района, городских и сельских поселениях, на информационных стендах. Провели встречи в организациях и предприятиях. Еженедельно проводим подведение итогов на совещании планерков при главе района. На базе общественной палаты, в администрации района и городских и сельских поселения организованы консультативные пункты по оказанию помощи и оформлению заявок на премию. Для нас важно выявить инициативных жителей, общественников, которых мы привлекаем к участию. В итоге делаем их нашими активными сторонниками. В этом году большое участие в информационной... Конечно, спасибо деду за победу, и это не случайно. Патриотическое воспитание в районе уделяется пристальное внимание, а этот год у нас юбилейный. Он проходит под знаком 70-летия Победы. В районе действует муниципальная программа «Герои и земляки», работает в музеи, в музейные комнаты, в школах и библиотеках. На днях к 70-летию окончания Второй мировой войны мы откроем Краевицкий музей. Серебряные пруды – родина многих героев. В годы Великой Отечественной войны 5,5 тысяч призваны на фронт, более 3,5 наших земляков сложило голову за победу. Молодежь и школьники осуществляют шефство за памятниками и захоронениями. За последние годы открыты три новых памятника погибшим. Это в селах Дмитровка, Успенская, Мочилы. Мы проводим акции «Бессмертный полк. Свеча памяти». В них участвует большое количество детей и молодежи, от детских садов, школ и молодежных объединений. По нашей инициативе организован маршрут «Маршерский треугольник» с посещением двух соседних районов – Зарайского и Озерского, давших России легендарных полководцев – Чуйкова, Мерецкого, Котухова. Недавно мы завершили реконструкцию мемориального дома Музея нашего героя-земляка, маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, который является центром патриотической работы. Его посещаемость за год увеличилась практически в два раза. У нас есть интересные проекты, которые представили «Подхожинская средняя школа», «Районный совет ветеранов», «Музей Чуйкова», «Клуб патриот» и другие. Проводимая работа дает хорошие результаты. За каждым проектом стоят люди. И очень отрадно, что в этом году первичный отбор претендентов будет осуществляться на муниципальном уровне. У нас эта работа проходит с участием общественной палаты. Это позволит только лучшим проектам принять участие в отборе. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Константинович. Я еще раз хочу подчеркнуть важность пропагандирования премии и вовлечения в нее всех неравнодушных людей, всех общественных организаций, которые осуществляют свою деятельность на территории Подмосковья. Приятно, что каждый год мы видим новых героев, новые инициативы. И очень важно на местах, чтобы у нас было разъяснение, пропагандирование, продвижение этого проекта. Александр Константинович, пользуясь случаем, как работает наш первый ФАП в Шеметово? Работает хорошо. Посещаемость значительно возросла по сравнению с тем, что был старый, практически где-то в два с половиной раза. Люди довольны. Благодарят вас, Андрей Юрьевич. Благодарят. Ну, то есть, я не об этом, я о том, что он востребован. Конечно, конечно. В два с половиной раза посещаемость выросла по сравнению с тем, что было здание, старое здание. Сколько человек в день приходит ФАП? Ну, порядка 25-30 человек. Каждый день, да? Каждый день. Как у нас обстановка по ремонту ФАПов? Не по ремонту, а по строительству медицинских объектов? У нас заключен контракт. В строительстве сейчас 27 ФАПов. До конца года все ФАПы будут сданы по вашей программе. Хорошо. Серпухов Дмитрий Вячеславович. Андрей Юрьевич. Добрый день. Что можете сказать по премии нашей Подмосковья? Я видел, что вы в красной зоне. Понятно, что у вас хватает сейчас хлопот разного рода, но все-таки общественные организации, молодежные инициативы. Как-то заметны вам ваши деятельности? Андрей Юрьевич, мы включились в работу. На сегодняшний день подали 51 заявку, 14 находятся в разработке. Будем больше внимания уделять данному вопросу. До 30 августа, я полагаю, что мы эту цифру увеличим вдвое. Здесь у нас нет никаких планов. Здесь не нужна какая-то патагонная система ни в коем случае. Просто я еще раз подчеркиваю, что очень важно знать и работать со всеми НКО, которые несут созидательный заряд. Вот я о чем. У нас нет никакого плана. И это условная красная зона, поэтому Ирина даже ее, Владимировна, и не покрасила в красный цвет. Понимаете? Это просто к тому, чтобы чувствовать пульс деятельности общественных организаций. И власть должна очень внимательно к этому относиться и замечать. Русский район. Максим Викторович, что у вас с общественными организациями? Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Мы в этом году находимся в десятке лидеров по премии. В прошлом году у нас было 150 участников, сегодня уже 225 заявок подано. Могу сказать, что в этом году мы активизировали эту работу, потому что пропагандировали премию на различных форумах молодежных, форума «Зерна» при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Тучкова. Форум «Управдом» у нас проходил, Андрей Юрьевич. Поэтому сегодня в премии участвуют активно и молодежь, и даже некоторые молодые люди подают по несколько заявок, по две, по три. Хорошо, принимается. 4 ноября у нас состоится финальный этап. Ну и, соответственно, прошу информационный и политический блок также сопровождать эту тему, как и прежде. У нас в части открытых вопросов мы повестку закрываем. Продолжение следует...